Примите, пожалуйста, мои почтительные поклоны, дорогие предны, слава Шири Прабхупаде, Харе Кришна. Сегодня будет не совсем обычное, или вернее даже сказать, совсем необычное видео. Я не ожидал, что мне когда-либо придется записывать подобные обращения, и, надеюсь, никогда больше не придется. Но в последние дни ко мне стали приходить вопросы от разных преданных из Украины, из России, об истории вокруг письма, написанного Бхакти Вигьяной Гасваем Ухаражем еще в июне этого года, за подписями еще трех уважаемых старших вайшнавов и GBC. Это Ниранжана Махараджи, Бхакти Вабаба Махараджи, Бхакти Читания Махараджи. И письмо это было адресовано лидерам российского ИСКОН. Ссылка на это письмо в описании к этому видео. В этом письме четыре Махараджи выражали просьбу о максимальной чуткости к положению преданных украинской ядры, чтобы не усугублять его незрелыми комментариями в публичном пространстве на тему нынешних трагических событий. Однако интерес преданных к этому письму был вызван и подогрет парой недавних видеороликов с претензией на разоблачение. Их авторы интерпретировали отсутствие этого письма в публичном пространстве как доказательство некого заговора. Лидеров российской ядры с целью помешать четырем Махараджам донести свое духовное послание до широкого круга преданных. И изучали такие вопросы, как было ли это письмо опубликовано, написано, если оно было написано, то почему его не распространили дальше. И недавно Бхакти Вигян Госвами Махараджи сам ответил на эти и другие вопросы в своем разъяснении, которого, на мой взгляд, должно быть достаточно большинству вдумчивых и непредвзятых преданных. Ссылка на это разъяснение также в описании к видео. Но поскольку у кого-то все-таки могли остаться старые сомнения или, может быть, появятся новые, то с разрешения Госвами Махараджи и некоторых других старших преданных, участвовавших в составлении этого письма, я решил сегодня выложить подробную хронологию его обсуждения. Естественные вопросы. Почему я? Потому что как раз в это время, с начала июня по конец июля, мне повезло служить Шиле Ниранжане Махараджу в Майяпуре, и потому я также оказался одним из участников дискуссии вокруг этого письма. Представляя вам эту хронологию, я не собираюсь комментировать мнение, выражаемое в ходе дискуссии ее отдельными участниками. Моя цель – представить максимально полнодоступную мне, и я подчеркну доступную мне хронологию обсуждения, чтобы каждый и каждая из вас сами могли сделать свои выводы, опираясь на полноту, опять же, доступной мне информации. Кроме того, я считаю своим долгом защитить преданных от обвинения в саботаже против старших вайшновов. Некоторые сообщения, представленные в этой хронологии, частично или полностью, к сожалению, уже были обнародованы без разрешения их авторов, поэтому их публикация здесь теперь не может считаться нарушением конфиденциальности переписки. Скорее, напротив, это позволит мне выстроить из них более полную картину обсуждения и предотвратить возможные новые домыслы. И, пользуясь этим случаем, я хочу снова выразить свою поддержку, оказавшимся в трудном положении, преданном украинской ятре, со многими из которых меня связывает личная дружба и регулярное общение на духовной темы. И особая благодарность, искренняя глубокая благодарность Шиле Ниранжане Махаражу за его безупречный пример, неутомимый, бескорыстный и максимально эффективный, продуманный, организованный заботой и поддержкой украинских вайшнов и вайшнави. Харик Кришна, итак, хронология. 9 июня в 12.56 Бхактифгьяна Гасвами Махараж прислал письмо под заголовком «Письмо, адресованное лидером российского ИСКОН, трем Махараджам, и сказал им о том, что включил их замечание в окончательный секс всех, кроме Бхактифгьяна Махаража, который прокомментировал его позже». И на следующий день, 10 июня в 11.56, я получил это письмо от Бхактифгьяна Гасвами Махаража в числе прочих адресатов. И, прочтя письмо, я сказал Шиле Ниранжане Махаражу, с которым находился в тот момент в Майпуре, что, на мой взгляд, было бы крайне важно, чтобы это письмо и обращение было также подписано, читание Чандры Чарана Прабу, как одним из BBC по России, духовным лидерам, а также очутатную Прабу. Шиле Ниранжане Махаража этим согласился, попросил меня сообщить об этом Бхактифгьяне Махаражу, что я сделал 12.12, и затем в 12.24, через 12 минут, Шиле Ниранжане Махаражу ответил мне на него следующим аудио сообщением. «Я прямо сейчас тогда позвоню Читань Чандре и попрошу его, можно ли его в отпись поставить. Если он согласен будет, то мы поставим». И поскольку Бхактифгьян Махараж также счел важным заручиться поддержкой Читания Чандры Чарана Прабу под этим обращением, я в 12.28 попросил его в текстовом сообщении пока не рассылать это письмо дальше, чтобы можно было разослать уже согласованный Читань Чандры Чарана Прабу вариант этого письма. И в 12.34 Бхактифгьян Махараж сообщил об этом всем адресатам этого письма в следующем сообщении. «Дорогие Вайшнавы, пожалуйста, пока не рассылайте это письмо, не выкладывайте его дальше». И затем в 12.54 первый из адресатов этого письма, Садуприя Прабу, написал следующее. «Спасибо, Махараж, я тоже об этом хотел писать, нам нужно хорошо подумать о тексте обращения». И в 12.56 Бхактифгьян Гасвай Махараж позвонил мне и оставил следующее аудиосообщение. «Мадмухаджи, мне нужно срочно с тобой поговорить. Читань Чандра Чарана Прабу согласился поставить свою подпись под этим письмом. Я хотел понять, как это лучше сейчас сделать». И поскольку изначально письмо было послано через систему Памхо, которая позволяет удалять сообщение сервера, в 13.24 мы созвонились с Гасвай Махаражем. Гасвай Махараж удалил это письмо с Памхо, чтобы оно не разошлось в несогласованном считании Чандра Чарана Прабу виде. И удалив это письмо с сервера Памхо, через 5 минут Гасвай Махараж написал следующее письмо изначальным адресатам, в котором говорил «Пожалуйста, не рассылайте это письмо никуда и пришлите свои поправки к нему, если вы все же его получили». Оно не предназначалось для выражения официальной позиции и возникли сомнения в корректности текста этого письма. И в 13.52 Гасвай Махараж прислал мне следующее аудиосообщение. «Мадмухаджи, может быть, ты тоже прокомментируешь это письмо и тоже как бы еще раз попросишь, чтобы его никуда не рассылали? И поскольку меня попросил об этом Гасвай Махараж, через 10 минут после его аудиосообщения, в 14.02 я прислал свой единственный комментарий, в котором, опять же, как просил мне Гасвай Махараж, также сказал, что считаю, что и сам текст этого обращения и решение его публикования требуют серьезнейшего обсуждения. И самый первый комментарий уже непосредственно по содержанию письма, после просьб Гасвай Махараж его никому не прислать и после удаления его сервер Памхо прислал в 14.11 Чутатма Прабу изначальным адресатам. Я не привожу все это письмо целиком в силу его длины. В 15.41. Враджанар Кумар Прабу прислал свой комментарий на это письмо. Я также не привожу его полностью по тем же причинам. Все эти письма можно найти в описании к видео. В 17.56 Крышнидарский Вираж Прабу прислал свой комментарий на это сообщение. Я также не привожу его здесь полностью. И затем он же, Крышнидарский Вираж Прабу, в 18.26 поблагодарил Гасвай Махараж за поднятую тему и сказал, что чувствует себя защищенным и предлагает отдельно проработать это обращение. В 18.53 того же дня свой комментарий, развернутый комментарий на это письмо прислал Вираж Прабу. Я также не привожу его полностью. Эти письма есть по ссылкам в описании к видео. В 21.33 Чутатма Прабу прислал еще одно сообщение, в котором он просил сообщить ему имена тех лидеров российского ИСКОН, которые допустили некорректные высказывания на тему военного конфликта. Уже на следующий день, 11 июня в 6.09, Крышнидарский Вираж Прабу предложил в своем коротком сообщении создать рабочую группу, состоящую из лидеров обеих ядр Украины и России, чтобы формулировать такого рода послания сообща, и продолжил развивать эту тему в следующем и последнем в этом обсуждении сообщении в 9.01. Таким образом, за 20 часов из 19 адресатов по письму высказал всего 6, не считая Гасвами Махараджа, и теперь подведем небольшое резюме. Подлинно ли письмо? Да, письмо несомненно подлинно. Могли ли Махараджи, подписавшие письмо, разослать его самостоятельно? Да, вполне. Не было никаких помех к этому. Ожидалось ли согласование письма с лидерами-адресатами перед его широкой рассылкой? Очевидно, да, иначе бы его не прислали им, прежде чем рассылать широко. Просил ли автор письма его адресатов прислать поправки к его содержанию? Да, Гасвами Махарадж просил об этом. Просил ли автор письма его адресатов не рассылать его дальше до окончательного согласования? Да. Удалил ли он письмо еще до того, как адресаты прислали первые комментарии к его содержанию? Да. Потребовалось ли снова утверждать письмо Махараджи после внесения в него правок? И перед его широкой рассылкой – да. И главный вопрос – было ли письмо отфильтровано и заблокировано адресатами? Вы можете сделать вывод сами, опираясь на эту хронологию и на разъяснение Госвами Махараджам. Харе Кришна, ну вот, собственно, и все, что мне известно о хронологии и обсуждении этого письма. Возможно, есть еще какие-то факты, которые мне неизвестны, но я изложил все, что знаю сам. И надеюсь, что это короткое видео поможет тем из вас, для кого эта тема, несмотря на разъяснение Госвами Махараджи, все еще остается актуальной, составить о ней еще более ясное и эффективное мнение. Спасибо за внимание. Харе Кришна. Субтитры создавал DimaTorzok